Путину сделали предложение, от которого многие россияне хотели бы, чтобы он не отказался. Подробности в новостях короткой строкой. Партия «Яблоко» предложила Путину ввести оплачиваемые нерабочие дни из-за коронавируса. По словам авторов идеи, вакцинация в России идет медленно. А значит, страну и вовсе могут закрыть на локдаун. Ну а чтобы не допустить этого, надо ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней с возможностью его продления еще на неделю. В полтора раза по сравнению с прошлым годом подскочили цены на бананы и достигли максимума за пять лет. На рост повлияли неурожай, высокий спрос, колебания курса валюты и глобальные нарушения цепочек поставок из других стран. Напомню, во время прямой линии Путина ему поступила обратная информация. Картошка и морковка на прилавках оказались гораздо дороже бананов из Эквадора. С начала года более 500 ямальских семей стали многодетными. За первые шесть месяцев в округе родилось 3,5 тысячи детей, больше половины новорожденных, вторые и последующие дети в семье. Вообще число многодетных в округе за первые полугодия увеличилось почти на 600. Теперь их количество перешагнуло от 14-тысячный рубеж. В округе для семей с детьми есть ежемесячные единовременные выплаты и другая финансовая поддержка. Со всеми мерами соцподдержки можно ознакомиться на сайте или по телефону. Шапка Кота и Мишка Неваляшка. Эту парочку высмеяла вся страна. Талисман олимпийской сборной нашей страны не угодили своим видом большинству россиян. Некоторые назвали их милыми, некоторые несуразными. Олимпийский комитет России представил дуэт 14 июля. Мишка настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. Кот достаточно серьезный и основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Отмечу, что церемония открытия летней Олимпиады 2020 состоится 23 июля в Токио. Соревнования пройдут без зрителей из-за ситуации с COVID-19.